В настоящее время в стране набирает обороты движение «Серебряное волонтерство». Серебряные волонтеры – это активные люди пенсионного возраста. Его цель – вовлечение в волонтерскую деятельность людей старше 50 лет. Люди, приобретшие знания и опыт через волонтерство, могут активно участвовать в социальной жизни страны, приобретая новые знания и навыки, способствуя развитию окружающей среды. Пожилые люди также говорят, что все еще способны принести пользу обществу. Они всегда готовы поделиться новыми знаниями и опытом. Резюмируя сегодняшнюю встречу, хочу сказать, что это действительно человеческий капитал. Люди – это те люди, которыми мы гордимся, те люди, опыт которых надо изучать. Это люди-наставники, это люди-мудрые, люди, прожившие определенную часть жизни, которым сегодня гордится наше общество. У них есть чему поучиться. Поэтому, наверное, общество должно бережно относиться к ним и их рекомендациям, их посылам, наверное, нужно будет прислушиваться. Психологи поддерживают вмешательство пожилых людей в общественную жизнь. Это связано с тем, что для пожилых людей волонтерство имеет эффект плацебо. Многие волонтеры отмечают улучшение самочувствия, облегчение симптомов заболеваний. Серебряные добровольцы в семье – это люди, объединенные в единое общество, несмотря на то, что уже много лет являются членами других общественных организаций. Одна из них – Зирео Розалина. Несмотря на пенсионный возраст, сегодня является членом волонтерского общества. Я считаю, что волонтеры – это действительно самые востребованные люди. Мы, волонтеры, занимаемся общественной работой и работаем всегда на результат в пределах своих возможностей. О том, что после выхода на пенсию жизнь не заканчивается, доказывают многие мужчины и женщины, которые занимаются добрыми делами. В целом, добровольческая деятельность пожилых людей разнообразна. Они полезны в образовании, обучении, экологии, помощи детям и животным, подготовке и проведении масштабных мероприятий.